Здравствуйте, друзья! Мы с вами продолжаем отвечать на вопросы, которые ребята задают в нашем форуме на сайте залив.орг. И вот тут человек спрашивает, он говорит, мне 20 лет, я учусь на факультете прикладной математики и информатики. Недавно на просторах сети наткнулся на статью с таким заголовком. После 35 лет есть ли жизнь в программировании? Понимаете, это люди, которые постарше рассуждают. Потому что, не глядя еще на статью, я сразу в этом месте могу сказать, что когда тебе, допустим, 35, ты вдруг начинаешь понимать, что ребят, которым 23, 24, 25, которые свеженькие, что они физически крепче, что они новые концепции как-то легче ухватывают, что они продуктивнее. Но ты их еще не боишься. В 35 ты еще их не боишься. Вот когда тебе будет 45, когда тебе будет 50, и ты начнешь понимать, что ты реально, на том уровне, на котором, может быть, ты с ними соревнуешься, по количеству кода, в единицу времени и так далее, что они просто это лучше делают. А ты отстал, потому что тебе нужно много заниматься, чтобы не отстать. А сил нет, и тут у тебя дети, у тебя семья, у тебя еще что-то. А вот эти молодые, они там по 16 часов в день, и еще выходные, и ты уже с ними не конкурируешь. Вот, поэтому это как бы старая-старая тема. Когда мне было 35, не помню, 35, 36, и я пришел на первую свою работу в американском IT, в софтворной компании, я вот пришел тестировать. И я до этого, сколько-то был IT-шником тоже, ну, таким связистом, да, вот я занимался цифровым дизайном, ну, потом еще чем-то занимался. Но, во всяком случае, вот мне тогда было 35-36 лет, и я тогда уже слышал от ребят, которые моего примерно были возраста, ну, там, плюс-минус пару лет, что вот, мол, возраст и возраст, посмотри, говорили мне, где, вот ты где-то видишь вот программиста, которому было бы 50. И я смотрел по сторонам, это был там, скажем, 92-й год, 93-й, 4-й, и я не видел программистов, которым 50. Люди, которые были когда-то программистами, а теперь им 50, были, либо там вице-президентами, либо какими-то начальниками, там, ну, чего-то, большими начальниками, либо они были инвесторами, заработали много денег там, в каких-то изначальных компаниях, либо они уже были на ретарменте, то есть заработали достаточно, чтобы больше не работать, и так далее. То есть, действительно, куда-то они вот девались, я их не видел. Если я сейчас посмотрю вокруг, невероятное количество людей, вот моего возраста, вот мне 58, да, значит, вот прошло с тех пор 20, там, с небольшим лет, они все, в общем, вокруг тут никуда, они особо не делись. Ну, конечно, кто-то там куда-то, но основная масса на месте. Вот, поэтому, когда говорят про то, что 35, уже порог, там, и так далее, ну, это же от компании зависит, вот если это, допустим, стартап, скажем, первые, там, 3-4 года Гугла, или, там, первые 3-4 года Фейсбука, или первые 3-4 года, там, я не знаю, Ютьюба, PayPal, там, и так далее, там молодняк просто невероятно юный, ну, скажем, 25-26, это уже серьезные ребята. И, ну, сейчас-то им, вот представьте себе, вот кому было в Гугле, там, 10 лет назад 25, им сейчас-то 35, а если кому, не дай бог, 30-ник был, а вы пойдите на кэмпус Гугла, просто на кэмпус, и сходите, там, в столовку с друзьями, там, если у вас будут знакомы, вот мне периодически, значит, там, удается походить, потому что меня приглашают, но там такое количество людей, что мне кажется, что я их помоложе даже, а вот лет даже 5-6-7 назад был сплошной молодняк, а сейчас уже абсолютно любого возраста люди, компания делается старше, она делается солидней, там появляются более опытные ребята, это не значит, что они полуживые, это не значит, что он свои 50 уже, он просто думает только о том, когда пенсии дать, он так-то никому не нужен, тем более в стартапе, но есть люди, которые свои 50, специалисты такого класса, что, ну, не может 25-летний, там, 30-летний с ним соревноваться даже, если он все эти годы рос профессионально, а не просто сидел там и, я не знаю, ну, какие-то простые операции выполнял, там, программистки, вот, так что же он тогда, конечно, он неконкурентоспособен, поэтому, есть компании, вот вы можете пойти, например, вот пойдите в компанию Oracle, пойдите в компанию Microsoft, они уже постарше, там уже, так, по-серьезному, вы увидите, что там очень-очень много людей, так хорошо за 40, и они вполне профессиональные, очень серьезные, и делают такие вещи, в общем, вполне достойные, то есть, есть компании, где молодость, как бы, один из факторов успешного функционирования, а есть компании, где жизнь такая размеренная, они такие, как бы сказать, состоявшиеся, и нет необходимости по 12 часов в день работать, работают 8, поэтому, значит, специалист, вот вам сейчас 20, вы думаете, что со мной будет в 35, что со мной будет в 50, оставайтесь специалистом, так, не теряйте квалификацию, и вы, я вас уверяю, получите большое удовольствие от жизни, и в 35, и там, в 45, и там, и в 60 тоже. Теперь, есть еще другой аспект, знаете, вы задаете этот вопрос мне, а я занимаюсь по роду деятельности тем, что беру людей самого разного возраста, у меня самый немолодой был 67 лет, не 35, и не 55, 67 лет был дядька, он вышел на пенсию, и что-то ему так затасковалось там на пенсии, он пришел, вот там, поучился на тестер и пошел работать. Так вот, я беру людей самого разного возраста, и когда приходят люди, там, скажем, 42, да, вот у меня есть категория 38-42, вот я, для женщин обычно, ее так применяю, вот когда, знаете, когда еще сил очень много, но в то же время еще всего хочется, знаете, когда немножко дальше, там, старше становятся люди уже и сил, может быть, меньше, и как-то уже амбиции поменьше, и так дотянуть, там, пересидеть, а тут еще все хочется, и все можется. И не то, что там 35, 35 просто молодые, а бывает и под полтинник, а бывает и за полтинник. У нас за год проходит старше полтинника, ну, я даже не знаю, там, ну, хорошо так за пару десятков человек, которые пришли менять профессию, а вы говорите 35, там, ну, хорошо, значит, программист, который, может быть, он не очень, конкурентоспособен как программист, он может пойти делать тестирование, там, допустим, не такое простенькое, там, скажем, white box может делать, то есть тестирование со стороны кода, он может заниматься автоматизацией тестирования, я вас уверяю, что у него найдется очень-очень много достойных дел, и так, чтобы он не, как бы сказать, не харкал кровью от перенапряжения, как, знаете, соревнулись там с 25-летними, которые это лучше его делают, там, быстрее, энергичнее, там, и так далее. Вот, чтобы этого не было. И в то же время, чтобы их вклад был абсолютно бесценным, потому что люди с хорошим программистским опытом, занимающимися тестированием, а кто с ними рядом стоит? Знаете, там никого рядом вообще нету. Поэтому, как бы, с моей точки зрения, это статья такая, я не знаю, если человеку хочется, что-то грустненькое такое, от балды, понимаете, совершенно от балды весь материал этот вот. есть такая песня, частушка, была такая серия частушек, такая, знаете, вот, сейчас я вспомню, «Тихо в лесу, только не спит», и там разные животные шли. Вот там, ну, в случае крокодил, да, «Только не спит крокодил, в мутной воде он дерьмо проглотил, вот и не спит крокодил». Вот вы на самом деле в мутной воде каких-то блогов, каких-то вот, я не знаю там чего, проглотили вот эту вот статью, которая, оно может быть неплохо, в том смысле, что вы должны однажды для себя понять, что вы идете в профессию, которая достойная, которая перспективная, которая даст вам очень много всего, что может хотеть человек в этой жизни, и которая позволит вам с достоинством оставаться в этой профессии и в 50-е, в 60-е, может быть, и в 70-е. Понимаете, поэтому эта профессия вам это все позволяет. Поэтому почитайте, посмотрите, подумайте, но в общем это все притянуто за уши, как я не знаю что. Поэтому я бы на вашем месте не обращал внимания. Если вам нравится заниматься программированием, занимайтесь программированием. Есть очень большой шанс, что, допустим, когда вам будет, ну может быть не 25, а может быть 28, а может быть 35, вы перестанете балдеть от того, что ваш код хорошо работает, и хорошо написан, и так далее. И вы начнете задаваться вопросом, типа, ну вот, а кому вообще это нужно? Может быть, это нужно было не так делать. Понимаете, а вот эти люди вокруг нас, которые вроде бы с нами, но как бы мы все время друг другу мешаем, откуда это все берется, и так далее. И вы начнете мозгами взрослеть профессионально. И тогда вы станете потихонечку там менеджером, там, лидом, проект-менеджером, программ-менеджером, и так далее. Это абсолютно естественный рост человека в профессии, когда он перестает сам писать код, а смотрит, чтобы пацаны, которые там это шустро делают, чтобы у них все хорошо получалось, и чтобы все потом вместе сошлось в осмысленный продукт, качественный. Поэтому вам придется, может быть, тогда подучиться, там, project-менеджмент, и там еще что-то такое получить, может быть, MBA какой-нибудь получить. Вы посмотрите, сколько, вот у нас в Кремниевое Долине, сколько народу, программисты хорошие, сколько народу идет учиться на MBA, сколько народу идет учиться в Law School, чтобы потом стать, допустим, патентными адвокатами, и так далее. Так много развитий всевозможных из этой профессии, что я бы даже, как сказать, не пугался. То есть, я понимаю, что вас напугала эта статья, просто, ну, читайте классиков, вот так бы я сказал, прежде чем вот это читать, читайте классиков, приобретите класс какой-то, чтобы у вас была платформа, позиция, с которой вы можете воспринимать вот это все, потому что оно вас как бы смутило, при том, что там абсолютно несерьезный материал, я пошел по вашей ссылке, почитал, ну, не знаю, детский сад, в общем. Поэтому, все хорошо, чтобы у всех так было хорошо, как у вас, после прочтения этой статьи, вот так мы скажем. Так что, успехов, рапортуйте об успехах, и рассказывайте, что дальше будет, я думаю, всем будет интересно. Счастливо! Счастливо!